Вот осталась последняя клумба. Такая тоже большая. Смотрите, я насыпала шишек. Мы поехали гулять на набережной. И там сосны стояли, маленькие такие. И под ними прям очень-очень много шишек. Мы хотим еще раз туда поехать, дособирать. Да я собрала мешок, какой был. Собрала себе шишек. Мне так нравится, как оно смотрится. Все в шишках. Прям здорово. Так, сейчас у меня на этой клумбе тоже повторюсь. Я буду стричь хвойные на днях. То есть вот этот шарик нужно уже приводить в порядок. Потом вот этот мистер Болл нужно приводить в порядок. Стричь. Дальше. Ну так я обстрыгла, выстрыгла. Не знаю. Видео тоже есть. Оно теперь у меня летящее такое. Но тоже уже кончики эти выросли очень сильно. Уже вид все равно другой. Надо опять его, наверное, чуть-чуть подстричь, потому что мне очень нравилось. Он как летит. Такой подвешенный. Прям прикольно смотрится. Ножку не видно и получается он отдельно над землей такой левитирует. Надо будет стригать уже лаванду. Она заваливается прям. Причем я не пойму, почему она вот так растет. К солнцу может тянется. Вообще не пойму. С этой стороны главное пусто. А с той стороны все цветоносы ушли туда. Дальше. А, кстати, нидеформис не показала. Тоже буду нидеформис. Вот тот мой нидеформис. Буду его приводить в порядок. Он подстричь надо. Я подстригала его года два назад. Так, если сверху смотреть, вот выбиваются уже... То есть вот я хочу прям круг, круг такой. Чтоб ровно-ровно было. Вот. Потом вот этот випкорт у меня опять нарос, и он опять лежит у меня на земле. Я не хочу, чтоб он лежал. Я хочу, чтоб он проснулся. Но они вон они проснулись маленькие. Вон видно их, что новые. Но как-то все равно. Я не знаю. Мне так нравится этот випкорт на штамбе. А в таком виде. Я не знаю, как за ним ухаживать. Я не знаю, что с ним делать. Я уже говорю, его вон и связываю. Не знаю, что делать. Очень нравится мне растение. Но что-то я с ним не пойму, что с ним сделать. Чтоб он не лежал. Чтоб он ухоженный более вид был у него. Вот. Вот не деформис. Вот оно. Вот это уже некрасиво уже смотрится. Вот я хочу таблеткой прям выстричь опять. И у меня все-таки получился второй не деформис. Это из спасенышей тоже. Вот этот. Я покупала его как корелл. Но я так понимаю, что это все-таки не деформис. Просто маленький. Вот. И получается у меня как на ножки. Потому что он совсем-совсем лысый был. То есть это вообще больное-больное-больное деревце было. Я его купила. И вот выхаживала-выхаживала. Ну вот сейчас понимаю, что все-таки это не деформис еще один. Вот. Так что скорее всего он у меня осенью переедет к мамочке. Я не хочу второе дерево одинаковое. Второй хвойничек. Лучше я сюда что-нибудь другое посажу. Вот. Это филифера нано. Тоже он так пошел прям хорошо. В этом году прям хорошо пошел. Тоже буду обстригать снизу, оголять веточки, чтобы он более вверх был. Вот. Эти шарики тоже подстригать надо. Вот. Это моя... Я не знаю, как это сказать. Тупость. Я засыпала сюда удобрение. И получается сожгла себе середину. Причем я потом уже увидела вот у этого я сожгла середину. И вот у меня тоже самое. И у мистер Бола тоже я сожгла. Ну, тут не так сильно просто срезать надо вот эти вот. Вот она прям не сильно. А удову очень сильно сожгла. Красивый какой он. Все он как-то... Воздушка-воздушка такой. Он даже не смотрится хвойником. Он как будто... Как... не знаю даже что. Ну, очень красивое растение. Очень красиво смотрится. Бадан надо тоже листья вон пообрезать, да уже. Рассаживать его. Потому что он огромный. Надо его как-то покомпактней, чтобы он был. А тот Бадан, который я брала гигантский. У мамы, главное, я разделила на две половины. Один себе посадил, один маме. Вот, который себе посадил... А, ну, все равно, вот он пошел. Да, ну, все хорошо, пошел. У мамы прям отлично пошел. Он прям уже большой такой, красивый. А у меня что-то стоял, стоял. Но сейчас вот вижу, что вон они новые листики, новые куртиночки. И уже все пошло. Ну, вот. Так что... У меня тоже, слава Богу, он пошел. Вот эту красоту он еще один. Надо тоже подвязывать или как-то его срезать тоже. Я хочу, чтобы он именно здесь такой вертикаль был. А он расплывается как... Сильно расплывается, короче. Не совсем то, что мне нужно, но буду делать, буду застригать. Вот это у меня, вот этот хвойник, я не знаю, тоже... Не помню, как называется, есть у меня название. Он такой гигантский стал. Я брала его вообще крохотулечкой. Сейчас, я не знаю, четыре меня. Выше меня уже ростом, во-первых, он в высоту очень сильно выстрелил. Очень сильно. Вот надо, кстати, вот это убирать, потому что это пытается... Макушками почему-то они выскочили в бок обычно. Но я его застригаю. Я его застригаю конусом. Я не знаю, какая у него природная форма какая. Я застригаю конусом. И вот в этом году вот это вот, вот это все, это уже этого года прирост. То есть вот отсюда, это уже этого года. Макушка очень сильно выросла, вытянулась. Прирост большой. Вот. Это, конечно, здорово. Но тоже я не знаю, что. Она у меня получается на входе. И когда заходишь, мою клумбу вот эту, ее плохо видно, потому что здесь будет вот такая махина. Но сама сделала ошибку тоже. Уже ничего с этим не сделаешь. Хотя смотрела на днях видео. Застригают шарика. То есть не дают дальше вверх расти. Ну, посмотрю, может гигантский шар здесь сделаю. Тогда он не будет закрывать зрительно. Посмотрю, буду что-то делать. Либо просто застригать поуже. Ну, посмотрю. Что-то буду делать. Тимьян располз. Посмотрите, как зацвел. Хорошенький такой. Красотун. Такая подушка вообще. Он прям вот-вот, прям-прям. Такой набитыш. Очень красивая. Вот. Сосенка моя, которую я хочу сформировать. На штампике. Но у меня руки не поднимаются. Обрезать вот это все внизу растущее. Вот не могу и все не хочу. Это тоже, кстати, спасеныш. Это вообще дохлик-дохлик. Вот эта веточка была. Сверху одна вот эта почечка была. То есть она вся обломанная. Она вся эта. И вот здесь тоже вот эти вот веточки были. А на них кончиков практически иголок вообще не было. То есть вот это все наросло. Это все уже у меня наросло. Я, конечно, его подкармливала. Я его поливала. И пином отпивала. И пином, и цирконом. И чем только не брызгала. Ну вот. Чтобы облегчить ему реабилитацию. Вот. Ну вот сейчас вот такой красотун необычный получился. И я говорю, не могу, не знаю. В этом году думала, все, оголю. И вот оставлю шапочку сверху. И будет на штампике. Не могу. Крутилась-крутилась с секатором. Так я и не отрезала ничего. Не могу. Вот. Вот. Дальше. Ну этот красавчик мой необычный. Совсем-совсем редкий. Сциадопситис. Вот. Сциадоптис. Сциадопитис. Вот. Сциадопитис. Стиадоптитис. Мутовчатый. Вот. Выговорила. Я выговорила это. Вот. Это кубанский изумруд. Такой тоже кудряш. Это минжулип. Вот. Получается. Эти я так шариками состригла. А эти я состригла. Три шарика у меня получилось. И четыре получится вот таких листика. Как листики. Вот. Отращиваю сейчас вот эти кончики. И буду чуть-чуть менять форму. Жалко мне состригать. Чтобы шариками делать. Они такие какие-то длинненькие уже. Я решила, что они будут листиками такими длинненькими. Вот. Мне понравилась эта идея. Вот. Здесь у меня бересклет японский. Браво. По-моему, Браво. Если я не ошибаюсь. Если я ошибаюсь, скажите, что не то говорю. Вот. Но, по-моему, Браво называется. Вот. Формирую я на штампике его такой красотон. Там японский. Я не знаю. Какой-то. Вот. Я из бересклетов как раз вытащила его. Ой. Из берючин. Вот. Не знаю. Какая. Сорт какой. Вот. Здесь вот такое растение у меня. МЛОшки. МЛОшки такие интересные. Тоже в этом году он полностью вымерз. Или я не знаю, что с ним было. Но пропало растение. У меня огромная-огромная-огромная поляна была их. И вот в этом году, к сожалению, вот осталось кусочек вот этот. Вот. Это тоже тимьян. Тоже тимьян был варигатный. Но почему-то он перерос, переродился и стал вот тимьян обыкновенный. Пахнет, конечно, не так, как тот тимьян. Вот у меня получается вот один тимьян, вот тимьян и вот тимьян. И они все по-разному пахнут. Если их потереть, очень-очень вкусные запахи, но все разные. Он просто вот этот у меня варигатный был, тот обычный зеленый был. И вот подушка которой. Вот. И они вот этот лимоном пахнет, а тот тимьяном. По-разному пахли. Но вот почему-то он переродился и решил, что он будет обычным. Пихточку тоже нужно будет подстригать. Потому что, я не знаю, во-первых, вот это как-то надо с мужем поговорить. Вот это мне нужно выгибать будет. Потому что он пустил вот эти ветки по центру которой. Я же обрезаю ему макушку и не даю макушке расти, чтобы более горизонтальный он был. Вот. Я его формирую как подушкой. Как не деформису, так же хочу с пихты. Пихта обыкновенная эта. Вот. И я вот макушку убираю. И те, которые побеги кверху растут, я их отрезаю все. И оставляю только горизонт. Но вот в этом году вот эти все, они все почему-то выгнулись кверху. То есть они все пытаются стать макушкой. И мне нельзя этого допустить. Потому что я не хочу здесь деревца. Я хочу здесь подушку. И буду формировать я подушку. Вот. Так что надо будет какие-то распорки. И вот этот. Вот эти все ветки выгибать вот так. Буду делать. Буду придумывать. Мучить опять растенюху. Вот. На днях я буду стричь свою голубую ель. Потому что вот это надо состригать. У нее вот. Пузо вылезло. А из-за чего вылезла? Она у меня двухствольная. Там два ствола. И когда мы уже ее привезли домой. Когда купили. Вот. Кстати. Это тоже одно из деревьев. Которое мы взяли уже во взрослом виде. Мы ее. Наверное в двухтысячном. А может это тоже в девять. Нет. Наверное в двухтысячном году. Мы привезли. Выставили объявление кто-то. И мы поехали посмотреть. Там было три дерева. И вот одно из них мы забрали. Забрали. Оно было с одной стороны лысое. Вот. Но там сильно все равно не рассматриваешь. Когда оно росло. Тем более так неудачно. Оно там не подойдешь к нему. Плохо было. Тяжело подойти. Оно росло возле дома. Вот. Вот эта часть была вообще лысая. Вот часть она уже все равно уже зарастает. Уже что-то видно. Зеленуху. А то было говорю вообще лысая эта часть. Вот. И получается. Уже дома. Когда посадили. Когда уже. Нет. Когда стала сажать. Я увидела что у нас оказывается. Вот это. Главный ствол. А вот здесь. Как бы показать. Сейчас покажу. Получился. Вот он. Вот он. Второй ствол. И он идет вбок. Если бы я убрала второй ствол. Это было бы опять. Огромная-огромная дырка. Вот здесь. То есть. Вот эта часть бы выпала полностью. Потому что это. Как раз вот. Второй ствол. Это вот. Это вот вся зелень. Это все от второго ствола. И зарасты. Понятно. Что это все зарастет. Понятно. Что это. Ну. Требуется просто время. Но. Я решила. Чуть по-другому. Я убрала макушку. У этой части. И просто теперь ее застригаю. Вот. И вот она. Более-менее выравнивается. В прошлом году. Я прям. Хорошо ее выравнила. Она ровненькая. Ровненькая. У меня была. Прям конусом таким. А в этом году я еще не стригла. Я ждала пока при ростике уже раскроются. Все. Я ее прищипывала. Есть видео. Я обрезала уже ей макушку. Потому что она выстрелила. Макушка была наверное сантиметров 50-60. Прямо гигантская вот такая палка. Торчала кверху. Я ее обрезала. Вот. То есть будет здесь нормальная обычная макушечка. Ну вот теперь вижу, что вот это пузо вылезло. Второй ствол очень активно стал прирастать. И вот я положу палку. Не знаю. У мужа возьму либо. Не знаю. Удочку. Не удочку. Ну удочка еще здесь мало. Ну короче. Что-то я положу и буду по ней стричь. И чтобы у меня был ровный конус. И состригу опять, чтобы оно загустилось. Все это загустилось. Сравнялось. Вот. И чтобы убрать вот этот вот. Как это сказать. Угнетить. Вот второй ствол. Вот отсюда кстати видно, что второй ствол здесь. Вот так. Вот его прям видно. Он сбоку ходит. И вот эта вот вся часть получается. Вся часть от того ствола. Вот. 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 Странно. Как-то интересно. Кстати. Первый раз так. Вот эти. У меня такое ощущение, что приросты как будто зеленые. Здесь вся она голубая. А вот эти как приростики. И даже она мелкие. Вот эти получается иголочки крупные. А здесь у этой иголочки мелкие. Странно. Прям. Что это такое может быть. Подскажите. Если знаете. Подскажите. Ну перерождаться не может же так елка переродиться. С голубой на зеленую. Странно просто. Как-то. Здесь главное везде иголки большие. А это вот веточка с иголками маленькими. И это первый год. Такого не было до этого у нее. Вот. Когда буду подстригать. Я обязательно покажу. Вот. Я отрезала макушку. И отрезала вот эти вот. Прищипнула. По. Чтобы вот. Почечки были. Я посмотрела где почечки. И по почечкам. Обрезала макушечку. Чтобы она ровненькая была. Вот. Красавица моя. Тоже все мне. Многие говорили. Вы ее не выходите. Она такая. Они убирать ее. Собирались вообще выкидывать. Потому что. Они там собрались пристройку делать к дому. И они собирались их выкинуть. И продали вообще за просто за бесценок. Взрослую голубую елочку я купила за бесценок конечно. Вот. Ну выходила. Все замечательно. Она растет. Прекрасно себя чувствует. Я же говорю. Зарастают все лысины наши. Так что. Все зарастет. Все будет красиво. Вот. Я ее обожаю. Я специально сажала ее. Чтобы у меня вот детские окна. Получается. И чтобы наряжать ее на Новый год. Чтобы у нас была новогодняя ель. Новогодняя елочка. Мы ее наряжаем на Новый год. Вот. Так. Вот это я прошла елочку свою. Карахатусю. Маленькую. Моя. Она маленькая. Она такая нежненькая. Маленькая. Я ее пересадила в этом году. Только сюда. Ну. До этого она у меня была. Ну. Вот. В том месте. Ну. Там. Во-первых. Ее было вообще не видно. Я за нее честно и забывала даже. Она такую красоткой. Надо наслаждаться. И вот я ее высадила сюда. И наслаждаюсь. Вот. Красотка такая. Маленькая. Что еще мы пропустили вроде. А. Ну. Барбарис. Я буду барбарис теперь стричь. Тоже. Он мешает уже мистеру Боу. Я ее буду состригать. Вот. Как я обычно это делаю. Состригу. А этот барбарисик. Я ее буду состригать. Как я обычно это делаю. Состригу. А этот барбарисик. Я не знаю. Супер карлик какой-то. Вот. Как я купила его. Он. Ну. Я не знаю. Вот. Вот. Сколько сантиметров. Сантиметров 15. Наверное. Максимум. А то и нету. Я не знаю. Но он совсем карлик. Вот. Как я его купила. Это. Тоже спасеныш. И вот этот барбарис тоже спасеныш. Это. В торговом. Ой. Не в торговом. В цветочном. В питомнике. В уценке. Стояли вот эти два. За 50 рублей я купила один. За 50 рублей второй. Они практически без листиков. Такие вот. Ну. Вообще совсем плохенькие были. Ну. Вот этот вот. Я вижу, что он здоровый. Я вижу, что он нормальный. Но он крошечный. Он вот как был, так и остался. А этот вымахал хороший. Ну. Я его стригу шариком. Застригаю. Вот. Он. Ну. Вот. Вот так. Выглядит. В принципе. Не сильно он. Не сильно он расползается. Вот. У него интересно. Там зеленый цвет. Здесь какой-то синий бордовый. А здесь красно-оранжевый. Вот. Но цвет опять не передает все равно. Вот здесь вообще красный прям. Да. Цвет совсем другой. Не так как на самом деле. Вот. Ну. Он мне нравится очень. Но жалко. Вот когда природу. Вернее. Когда я стригу. Получается. Вот эти приросты красные. Самое интересное в нем. Я состригаю постоянно. Но оставить его в таком виде. Он мешает соседям своим. Так что в любом случае. Приходится чуть-чуть его чикать. Вот. Дальше. Что у меня еще здесь. Зубрина моя. Пошла в рост. Это которая. Карликовая. Которая 40 см. Я ее в этом году пересадила. Потому что она стала огромная. Огромный куст. Я рассадила. Получается маме. Туда посадили. И вот себе. Пересадила ее. Но. Судя по всему. Я ее тоже. Отсюда. Буду убирать. Потому что. Я здесь. Наверное. Посажу. Какое-нибудь. Почвопокровное. Такое. Какое. Посмотрю. Еще. Точно. Не знаю. Буду. Что-то. Что-то. Придумаю. Потому что. Здесь. Место. Позволяет. Вот. А у меня. Сейчас. Стоит. Один. Можжевельничек. В. Горшке. Я хочу. Его. Куда-то. Высадить. Возможно. Вот. Посмотрим. Что-то. Я. На днях. Увидела. Что. Непонятно. Как. Чувствует. Себя. Вот. Этот. Кипарисовик. Не пойму. Просмотрела. Ничего. Нету. Абсолютно. Ни вредителей. Ничего. Что. Ему. Не так. Не знаю. Либо. Это. Просто. Листопад. Я. Не пойму. Что. С ним. Ну. Обсмотрела. Абсолютно. Здоровое. Нормальное. Растение. Ничего. Нету. Ну. Вот. Низ. Почему-то. Пожелтел. Причем. Этот. Отлично. Се чувствует. Выглядит. И. Гораздо. Больше. Прирост. Дал. Чем. Вот. Это. Вот. Уже. Не такой. Запах. Вот. Это. Либо. Мискантус. Либо. Пенисет. Он. Не помню. Кто. Это. Я. Убирала. Все. Зебрины. Все. У меня. Гигантские. Здесь. Зебрины. Были. Которые. Под. Два метра. Я. Убрала. Но. Когда. Он. Раскрыл. Лист. Я. Вижу. Что. У него. Тоже. Полоса. Полоса. Появилась. Как. Зебрин. Я. Не пойму. Могли. Они. Опылить. Что. За. Котопес. У меня. Получился. Ну. Посмотрю. Сейчас. Еще. Метелку. Выпустит. Он. Что. За. Метелка. Будет. Ну. Прям. Вот. Интересно. Я. Говорю. Котопес. И. Зебрина. И. Незебрина. И. Пенисетум. И. Короче. Я не знаю. Что. Это. У меня. Растет. Что. Странное. Клематис. Отсвел. Вот. Теперь. Он. Вот. Выглядит. Такие. Интересные. Заветончики. Такие. Шапки. Такие. Они. Такие. Мотялка. Как. Жесткая. Мотялка. Такие. Интересные. Цветка. Нету. А. Вот. Эти. Остались. Классно. Так. Я хотела. Его. Отсюда. Убирать. Теперь. Не знаю. Что. Делать. Вот. Дальше. Здесь. У меня. Хвойнички. Я. Много. Рассказывала. Я. Приехала. Это. Я. Приехала. К девочке. На. Ростовское. Шоссе. У нее. У нее. Огромный. Огромный. Хвойный. Сад. Огромный. Я. Не знаю. Я. Влюбилась. В ее. Сад. И. Многим. Многие. Я. Как это сказать. Интересности. Переняла. И. В свой. Сад. И. Вот. Она. Мне. Веточку. У нее. Прям. Под. Можжевельниками. Росли. Вот. Эти. Вот. вот такой хвойник. Она говорит, я не знаю, как он называется. И у нее полностью, вот он как почвопокровник, он все забил, травы вообще нету под ним. И вот он вот так вот лежачий полностью забивает все. И я почему-то сразу подумала, что вот мне вот сюда бы, он замечательно пошел. Он когда зарастет, он вот здесь все зарастет. А он очень огромный. Но она говорит, правда, у нее 20 лет. Ух ты, дождь у нас пошел. Наконец-таки дождались. За 20 лет у нее прям огромный участок земли заполонил полностью вот этот почвопокровник. И у меня мечта, что он все-таки мне вот здесь закроет. И вот это все у меня будет под моими кипарисовиками. И полностью будет в этом хвойничке. Здесь пересаженный керия. Сейчас она дохленькая, потому что я ее пересадила, поменяла ей место. Ну, я так думаю, она здесь пойдет. И здесь место будет. Во-первых, она у меня росла вот там под захвойниками, за пенисетумом, еще и под жимолостью. То есть ей вообще там она бедная и цвела, и была вся в цвету, и вся эта. Здесь я ее высадила. Сейчас у нее вообще свобода. Солнце у нас с этой стороны. Соответственно, она будет, солнце получать кучу. Вот, я думаю, прям ей будет здесь здорово. Это тоже я пересадила. Он был очень пышный. Это осока пальмолистная. Вот, но так как я ее пересадила, она, конечно, чуть-чуть подсохла. Ну, ничего. Пойдут новые листики, будет все хорошо. И вторая моя клумбочка получается с гехерами и хостами. Хосты здесь все не повторяющиеся, а гехеры я оттуда, с того, скажите, с того, с той клумбы перетащила. Вот, потому что они, ну, надо было рассадить. Я их рассадила, сюда высадила. Вот, отцвел вербейник. Сейчас надо его отсюда убирать. Я его все уберу, выкопаю. Совсем кому-нибудь отдам. Сейчас выставлю объявление. Кто-нибудь заберет. И здесь буду продолжать, здесь, чтобы у меня вот прям хвойники были. Мы убрали отсюда черешню, к сожалению, потому что черешня мне, во-первых, очень мало места было. Тут у меня персик, тут у меня абрикос гигантский, который огромный. Вот эти абрикосы у меня видео есть, я сняла. Вот, и черешня, конечно, здесь, хотя и колонна была, за 4 года она дала целых 3 ягоды. Вот, в этом году первый раз я ее попробовала. Но понимаю, что здесь ей не место. Вот, и мы убрали черешню. Жалко, конечно, очень, но... Ну, так, решили так. Вот, кстати, я говорила за подорожниковую. Вот это обычная подорожниковая хоста. Нет, я ее хочу, мне тоже она нравится. Я ее оставила. Вот. И что еще? Что-то хотела сказать умная. Даже дост пытается, пытается, и все не получается у него пойти. Ляпает, ляпает. Вот. Что, что, что я хотела? Вербильник я отсюда уберу. Уберется, муж выкопает, ну, вот, от черешни. И я хочу продлить. У меня еще будет место для моих любимых хост. Я еще хочу сюда красный вид и хост понасажать. Еще у меня место будет. Вот. Ну, в принципе, и все. Здесь я закончила. Вот так. А, здесь не сказала. Вот этот у меня. Я думала, что вот это и вот, если видно, вот это. Это у меня один вид. Я не знаю название. Это два шарика, два желтых шарика. И я думала, что это одно и то же. Но, вот сейчас вот смотря на них, я понимаю, что это разные виды. Они даже растут у меня по-разному. Тот, во-первых, побольше. Он повыше. Он, ну, вот как-то вот по-другому совсем смотрится даже. Этот более компактный. Этот более забитый такой какой-то вот. Я понимаю, что они все-таки разные виды. Я хотела его отсюда убирать. Потому что можжевельник тут напирает. Этот можжевельник напирает. Тут туя западная подрастает. И я думала убирать его. А потом, что-то посмотрела вот так на картинку. Мне очень нравится, что, во-первых, там голубое с желтым очень хорошо комбинируется, очень хорошо смотрится. Как-то там шарики, здесь шарик, там зеленые шарики, здесь желтый шарик. И что-то мне как-то рука не поднялась. Я решила все-таки не убирать. Во-первых, туя... Ой, как же она? Рибон, рибон. Ой, сейчас где-то ж напишу. Да, вот, yellow ribbon. Я ее застригаю. То есть, более... Ну, таким тонким конусом будет. Я ее буду застригать. Вот. Можжевельник я убрала, пообрезала эти лапы нарастающие. И тоже, в принципе, они здесь не соприкасаются. Тоже решила можжевельник придержать чуть-чуть. И все, в принципе, так смотрю, что они неплохо смотрятся. И я его все-таки здесь и оставлю. Не буду убирать. За вот эти я же хотела рассказать. Я... Можжевельника... Опять, я не помню, как он... Ну, можжевельник чешуйчатый. Это тоже мне уже подсказали, как он называется. Подписчики. Но я не помню, как. Если кому-то интересно, я напишу в комментариях. Я решила сделать штампики. С... Ну... С середины вытащила. Более такие ровные и густые. И вот вытащила. Получилось у меня два штампика. Опять у меня слетела подвязка. Я ее подвязала. И она куда-то делась почему-то. Вот. Я хочу этот повыше сделать. Вот прям вот, наверное, до конца. А может, даже и выше. Потому что у него веточки будут склоняться. И я хочу, чтобы они не доставали. Чтобы они отдельно были. Висящие такие. Вот так. Видно? Не знаю. Видно? Не видно? Вот. Этот будет поменьше чуть-чуть. Ну, тоже я сделала неправильность. Я здесь обрезала его. И теперь, получается, макушки уже нету. И вот эти должны вот теперь свисать. Либо я оставлю так, на такой высоте. Либо я все-таки вот этот буду. Сделаю его макушкой. И продолжу отращивать вверх. Но это тоже посмотрю. Не знаю еще. Пока вот так оставила. Пока так растет. А там дальше буду думать. Не знаю. Но тут точно я хочу повыше сделать. Чтобы он прям высокенький был. Такой штампик. Дальше что? 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 Что здесь? Да все вроде. Все. Изо всех сказала. Тоже подстричь надо. Шарики мои дали прирост. И вот так они выглядят сейчас. Не очень опрятненько повыскакивали. Вот. Вот это моя. Ацила. Ой, как же она. Хатюня какая-то. Отцвела она. Я ее пересадила на солнце. Но что-то я думаю, что ей здесь не очень нравится. Потому что она. А сейчас вот пасмурная вроде как и дождик. И это она встала. А так днем выходишь. Она прям листики висят у нее. К вечеру все поднимается. Все нормально. Ну вот как-то я думаю, может все-таки ей больше в тень. Хотя здесь полив постоянный. Здесь сухой земли не бывает. То есть сказать, что ей не хватает полива нельзя. А, тут вот у меня что случилось. Тут у меня место. Я же приготовила себе. Я хочу очень. У меня прям мечта. Красный клен. Я вот сюда хочу себе красный кленик. Который вот низкий. Который низкий. Более такие горизонтальные. И я хочу вот, получается, у меня этот будет такой левитирующий. И сверху будет вот этот вот кленик. Вот у меня прям вот картинку я вижу. Мне прям очень нравится, что здесь будет. И я же повыкапывала все. И вот этот юка. Это юка, которая карликовая. Я не знаю название их. Но это которая карликовая. Прям совсем маленькая. Я ее выкопала, получается, уже второй год. Два года, получается, ее здесь нет. И вот в этом году она решила, что с корня можно дать новые юки. У меня 2, 4, 6 штук новых юк вылезло. Это вот карлики. Совсем крошечные. Они такие, сантиметров взрослое рождение. Сантиметров, наверное, ну 50 это максимум. Они очень красиво смотрятся. Я к маме его перевезла. Он замечательно переезд пережил. Она, вернее, юка. Вот. И она крошечка, она прям маленькая. Я буду у родителей сниму видео. И вот там тоже, кстати, тоже, я не знаю, уже там, наверное, вообще года 3 уже, как мы пересадили. Эти, конечно, убирать будут, потому что здесь будет клен. А вот здесь мы уже, я говорю, эту хосту пересадили. Я говорю, ну не знаю, года 3, наверное, как бы не больше даже. И тут в этом году у меня вылетает вот такая красотка. Вот эта гигантская, это огромная хоста. Это вот на улице они у меня есть. Сейчас я сниму еще одно видео, что у меня там. Там, конечно, ужас, но есть растенюхи, которые я хочу снять. Вот. Это сока бронзовая. Я ее как заплела, что-то она распушилась. Поврастали вон эти цветочки, как они, семена цветет. Видите, она вся, вон она. Сейчас насеется и будет опять их куча. Вот. Так что вот теперь юку эту убирать, потому что я же там посадила бресклеты. И я хочу здесь дерево желтое. А тут у меня юка опять вылезла. Так что вот это гигантская юка. А так, карликовая. Интересности мои. Вот. Ну, все. И так очень длинное видео получилось. Одна клумба вроде, а видео длиннее. Все. Здесь буду заканчивать. Там будет еще небольшое видео. И буду начинать стрить растенюхи. И также выкладывать видео, как я это делаю. Для чего и как. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.